У обывателя, по-моему, всегда есть вопрос про апелляции кассации. А, бесконечная, да. Помимо того, что обывателю, мне кажется, даже не нужно учиться... Чем отличается, что это такое? ...понимать, чем отличается апелляция от кассации, наоборот. Но зачем вот все эти бесконечные апелляции кассации? Нет, они, во-первых, не бесконечные, они вполне себе конечные. Если очень грубо, апелляция на приговор, либо на постановление суда, либо на какое-то определение суда, это, по большому счету, попытка пересмотреть те доказательства, которые уже есть в деле. И апелляция будет изучать ваши доводы на предмет соответствия доказательств, имеющихся в деле фактическим обстоятельствам. Кассации этого делать не будет. Кассация изучает исключительно то, как суд первой инстанции и апелляционной инстанции применил закон. Материальный закон, процессуальный закон. И посмотрит, все ли ваши доводы были оценены, и правильно ли выбрана статья. Вот это кассация. Он не полезет в переоценку доказательств. Кассационный суд не полезет. Вот вся разница. То есть апелляция, это как бы переобдумывание делала, пересмотр его в некотором случае. Ну, в идеале, в том, как это предусмотрено законом, в том, как это должно быть, да. Но вы же видите, что, вот посмотрите апелляционные дни по тем же административным, там же под 2-5 минут все на это. Но в любом случае это увеличивает шансы на то, что ты что-то сумеешь словить в этой системе. Но опять надо находить такие нарушения, на которые помощник в суде посмотрит. Вы понимаете, одно видение это то, как, словно говоря, вы либо ваш чистый юрист, который никогда не работал в органах и в суде, смотрит на ситуацию, он говорит там, посмотрите, какой ужас это нарушение. Другое дело, как смотрит на это бывший судья, помощник в суде и прокурор, который знает, что на это нарушение суд просто плюнет. Эти нарушения на потоке просто оставляют без рассмотрения. Но вот он видит какое-то процессуальное нарушение, которое, так скажем, чистый правозащитный юрист, который никогда в этих какашках не валялся, он просто не увидит их и не поймет. И здесь надо самому выбирать, на что он напирает. На то, что посмотрит суд и то, что кажется мелким вам. Либо на то, что суд, в принципе, махнет рукой, но это кажется, ой, боже, таким нарушением, таким нарушением. То есть, я понимаю теперь, это разница как между замечанием в ходе собрания, замечанием по повестке и замечанием по ведению. Ну, хорошо. Допустим, что я прохожу как свидетель по уголовному делу. Что мне угрожает? Могу ли я как-нибудь стать подозреваемым или обвиняемым? Чего бояться? Нужно ли срочно валить из страны? Свидетель по уголовному делу. В любом случае, тот же Иван Иванович вам нужен адвокат. Потому что сегодня ты свидетель, завтра ты уже подозреваемый. Вот-вот. Ситуацию нужно оценить тоже индивидуально. В любом случае нужно оценивать индивидуально. Но если вы с адвокатом смотрите и видите, что вы шли трое и делали одни и те же вещи. Одного из вас уже дернули и предъявили обвинение, он уже в изоляторе. Но вы понимаете, что вас сейчас вызывают в качестве свидетеля пока. Но вы делали то же самое абсолютно. Тоже кричали всякие лозунги. Обзывали Медведева желтым, зеленым червем. Требовали расследование возникновения усадьбы подмосковной прокурора Москвы. Упомянули слово и ДКПАС, и дворец Путина. Все. Понятно, что вы все делали одно и то же. Ну и очень большие шансы, что вам тоже предъявят обвинение. И вот там следственный изолятор. Как говорит Ольга Романова, я всегда с ней согласен. Защищаться нужно со свободой. И вот в этом случае, конечно, надо подумать о том, что делать. Я не буду советовать валить из страны. Я не буду советовать сбегать от следствия. Сами понимаете, почему. Решать нужно индивидуально. В случае, если вы чистый свидетель, такой тоже бывает. Но вы вышли, вы видели, как что-то происходило. Как сотрудники полиции били парня, и он в итоге в ответ дал сдачу. Так скажите, что его избивали, и он в ответ ударил. Он имеет право защищаться. Любой человек имеет право защищаться, имеет право на необходимую оборону. Даже от незаконных действий сотрудников полиции. Даже от сотрудников полиции можно обороняться и можно защищаться. Если ты уверен в собственной проводе, и они совершают явно незаконные действия. Ну, вот я поняла, что индивидуально. Но, тем не менее, что вообще есть в арсенале, если сбегать от следствия не рекомендуется, то... Я не рекомендовал не сбегать, не рекомендую сбегать. Решайте индивидуально со своим защитником. Какие риски? Взвешивайте и думайте. Уголовное дело – это шахматная партия, когда тебе нужно всегда думать над каждым ходом. Если ты взял фигуру, ходи. Не хватайтесь ни за одну фигуру, не обдумав много раз ходы, которые будут дальше. Не тяните даже руки ни к одной фигуре, пока не обдумывайте много раз. Если я захочу защитить либо сама себя на суде, допустим, или если я захочу защитить близкого или вообще не близкого мне человека, что мне в этой ситуации делать и зачем? Обучайтесь. Для начала обучайтесь. Есть прекрасные методички у ВДИнфо, есть масса методических пособий у открытки, много чего есть. У Руси сидящей тоже масса всего. В школу общественного защитника Руси сидящей с Сахаровским центром дает очень много для людей, которые никогда в этом всем не участвовали. Очень много дает. Это мощный толчок для того, чтобы в последующем научиться защищать себя и своих близких. Но вы всегда должны понимать, что когда вы защищаете сами себя, либо принимаете решение о защите кого-то постороннего, вы должны понимать, что вы играете в очень и очень опасную игру либо со своей жизнью, жизнью именно, либо с жизнью другого человека. Сравнивайте себя с хирургом. Вы хирург, у вас скальпель, у вас на столе человек. Либо вы сами. Можете вы сами себе удалить аппендикс, но если можете, давайте пробуйте. Либо не можете, либо у вас есть сомнения. Если есть сомнения, учитесь. Юридические знания, они не экспертные. И здесь, наверное, если мы берем дела об административных правонарушениях, то они по большому счету вообще не так сложны. Ну, при этом операции же тоже могут быть разной сложности. Условно говоря, там, со фрункулом вы сможете разобраться сами. Если вам правильно разъяснят, как с ним разбираться. И вы сможете сделать так, что через какое-то время у вас не будет. Скажем, если у вас дело по... мелкое именно, небольшое, первый раз там. И вы понимаете, что ничего особого не грозит, то можно действительно воспользоваться методичками, которые есть по самозащите. И они простые, эти дела. Вам нужно просто правильно все сделать. Вопрос в том, чтобы правильно дать показания. Тут, наверное, да, лучше посоветоваться с адвокатом, дать показания правильно. Но потом заявить все нужные ходатайства и пройтись по этому, но вполне человек с высшим образованием может себе это позволить. Это фрункул. Но уголовное дело... Я бы не рекомендовал идти в уголовное дело без защитника. Не рекомендовал бы. Ну, посмотрите, например, сейчас вот пример того же Ивана Павлова. Прекраснейший адвокат, великолепный специалист. У него есть защитник? У него есть защитник. Аплодисменты. Защита нужна. В любом случае, ты чего-то не увидишь. В любом случае, у тебя глаз замылится. Всегда два-три юриста лучше, чем один. Одна голова – хорошо, две головы – это хорошо, хорошо. Я самозащиту только для профессионалов рекомендовал бы. Либо уж так. Хочется адреналину хапнуть и показать что-то. Но я вас уверяю, что в суде и прокурор, и судья, и полицейский, и следователь такого самозащитника увидят сразу. И поверьте мне, отработать такого самозащитника так, что он даже не поймет, что произошло, очень просто. Это как с рукопашным боем, как с курсами самозащиты недельными и с книжками по рукопашному бою. Особенно мне нравятся женские курсы по с рукопашным бою, когда там сходила девочка две недели, походила на рукопашный бой, потом ее в подвороте встречает вот такой вот тощий хулиган и прибивает одним ударом. Понимаете, тут этим нужно заниматься системно, как спортом. Если ты занимался системно, ты что-то можешь сделать на ринге. Если ты две недели походил на курсы, ты никто в любом случае. Просто никто. Ну, то есть, слухи о возможности самодеятельной защиты, они несколько преувеличены, как я понимаю. Только в самых простых случаях, вот именно только когда, там, не знаю, обеззаразить фурункул. Все, все, что сложнее, лучше работать и с профессиональными защитниками. Соглашение с которыми у вас должно быть до того, как вы впервые решили выйти за хлебушком в момент народных волнений. Ну, задолго до этого. Задолго до этого, да. Применялись пытки, незаконное сдержание. Вот так посмотрит ЕСПЧ. Ну, представьте, такую идеальную ситуацию. Быстро. Европейский суд по правам человека. Это очень муторно. Из России это выглядит, как немного игра с куклами. Хотя бы где-то, чтобы кто-то в мантии все-таки сказал, что ты был прав. А существуют санкции за неисполнение решения ЕСПЧ? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова